всем привет я обещала вам рассказать как делать массаж век и сегодня это расскажу в прошлом видео как раз я рассказывала о том что такое синдром сухого глаза и когда нам понадобится массаж век прежде чем перейти к нему надо обратить внимание что массаж можно делать дома можно делать у врача есть два разных вида этого массажа тот который делает врач в поликлинике его дома сделать будет крайне затруднительно потому что это довольно такое массивное действие на веках для того чтобы его хорошо сделать закапывают даже обезболивающие капельки и делать специальной стеклянной палочкой а я вам сегодня покажу как это делать правильно в домашних условиях и как вы можете сделать это самостоятельно без каких-то дополнительных усилий со своей стороны и не ходить в поликлинику прежде чем делать массаж естественно надо веки очистить первую очередь конечно снять макияж вот но даже если вы не пользуетесь макияжем у вас все равно после улицы на лице какие-то мелкие пылинки частички грязи все равно будут поэтому ваша задача умыться и дополнительно нужно конечно очистить зону глаз я для этого советую использовать либо какие-то мягкие очищающие средства мицеллярные воды либо вот блефорогель очищения у нас есть можно использовать его для снятия остатков макияжа для снятия загрязнений с век и с ресниц второе что мы должны сделать перед тем как делать массаж это веки погреть можно греть только здоровые веки если есть какие-то участки воспаления на веках если там не дай бог зреет ячмень то такое века греть нельзя вот это очень опасно мы можем спровоцировать усиление воспаления поэтому веки должны быть спокойны вы берете ватные диски и смачиваете их теплой водой можно просто теплой водой она должна быть достаточно теплой чтобы веки погреть но не обжигающий кладете на 5-7 минут на веки и спокойно отдыхаете можно также использовать блефоросалфетку для меня это даже более удобный способ поскольку блефоросалфетка уже пропитана раствором специальным успокаивающим она уже готова и и греть довольно просто вы просто можете положить ее в горячую воду и погреть прямо в индивидуальной упаковке потом вскрыть и положить на веки тем самым сделав себе хороший компресс еще из экстрактом зеленого чая и экстрактом ромашки следите только за тем чтобы у вас не было аллергии на эти компоненты а так в принципе очень безопасно и спокойно успокаивающее средство для век 5-7 минут подержали компресс на веках веки прогрелись можно снимать компресс и делать массаж массаж делают аккуратными круговыми движениями слегка надавливая на верхнее веко или на нижнее веко наша задача почувствовать глазик то есть не просто погладить века а именно чуть-чуть надавливать если там есть какие-то закупорки вы их должны почувствовать конечно не надо надавливать со всей силы на веко так чтобы глаз у вас заболел этого нельзя делать но аккуратными массирующими движениями вы прям можете заметить как выходит избыточный секрет из мебомиевых желез если там была какая-то закупорка или застой секрета и последнее вы можете должны удалить это все аккуратно тоже блефор салфеткой можно снять выделившийся секрет мебомиевые железы и нанести увлажняющий гель на веки зависимости от того какая у вас проблема с веками если это просто синдром сухого глаза или вы просто ухаживаете за веками можно нанести в аккуратно ватной палочкой на реснички блефорогель 1 это увлажняющее средство которое поможет векам выглядеть хорошо и подпитает мебомиевые железы чтобы они лучше работали если же вам поставили диагноз демодекоз вы то же самое можете делать с блефорогелем 2 вот разница по большому счету нет наносите вы пальцами или ватной палочкой важно чтобы руки были чистые важно чтобы все было сделано правильно и тогда никаких проблем не будет если делать эту процедуру регулярно то ощущение песка в глазах сухости все признаки синдром сухого глаза уходят уже в течение недели двух любите себя ухаживайте за собой и будьте здоровы а